Правление династии Романовых сквозь призму военных подвигов и учрежденных царскими особами наград представлено на выставке екатеринбургского коллекционера Леонида Федоровича Тарасова под названием «Романовы на престоле Российской империи. Награды российских императоров». Коллекционировать я начал очень давно, 56 лет уже, можно сказать, всю жизнь. Начал, естественно, с просненька, значки, марки. Сейчас собираю, коллекционирую и уставляю ордена Российской империи. Историю России. Самый первый орден был учрежден Петром Первым. До Петра Первого ордена медали не было в России. Есть среди наград, учрежденных Петром Первым, и очень редкие, которые вручались за особые заслуги перед Отечеством, такие как орден святого Андрея Первозванного. Особенно ценный нагрудный знак отличия за воинские подвиги, четырехстепенной орден великомощника Георгия Победоносца, кавалерами которого были великие полководцы Александр Суворов и Михаил Кутузов, был учрежден императрицей Екатериной Второй. Именно в истории наград, орденов и медалей отразилось как зеркале история военных подвигов, политических достижений и трудовых совершений страны во времена правления династии Романовых. И, конечно, все это не может не родить в душе чувство гордости за славное прошлое Отечество. Еще одну необычную интересную страницу в биографии царской семьи Николая Второго открыла выставка известного уральского историка фотографий и краеведа Евгения Михайловича Бирюкова под названием «Романовы. Кодек-альбом». Как известно, на рубеже 19-20 веков был изобретен фотоаппарат, и мир увлекся новым искусством фотографии. Не осталось стороне от этого занятия и венценосная семья. Особенно любила это дело императрица Александра Федоровна. В фотографии для них было как бы окно в мир. Вот посмотреть, что там делать, а заодно поснимать себя. То есть для них это было препровождение времени, развлечения. И вот такие снимки часто встречаются. К сожалению, редко бывает, где они сами с фотоаппаратом. Вот я искал, и кое-где тень от фотоаппарата, кое-где нашел, где сама императрица, она была самой главной фотолюбительницей. Она попадает в кадры с фотоаппарата, а остальное редко, редко, редко. На выставке представлены фото последней царской семьи из их домашнего архива. Непринужденные обстановки, совершенно отличающиеся от официальной хроники. Множество мифов, сложившихся в советское время о семье последнего русского царя, развеивает эта выставка, показывая подлинное человеческое лицо царственных старстотерпцев. Эта выставка имеет, конечно, и большое духовное значение, потому что, к сожалению, нынешнее поколение наших людей почти ничего не знает о Романовых. Хотя в нашем городе произошла эта ужасная трагедия. И вот, прикоснувшись к этим фотографиям, можно понять, как жили Романовы. Конечно, это очень маленький-маленький эпизод их жизни. Последние несколько лет, но тем не менее, он говорит о очень многом. Что это были такие же люди, как и мы. Но их судьба была трагична. Одним из развлечений царской семьи в Тобольской ссылке, незадолго до отправки в Екатеринбург, где они приняли моченический венец, был фотоаппарат, запечатлевший ценные кадры последних дней русского царя. Мы видим, как он всегда фотографируется, любит фотографироваться со своими детьми. То есть это человек, который безумно любил свою семью, своих девочек, своего сына. И как он так бережно всегда стоит там рядышком с ними. Продолжение следует...